Третий лишний Карагандинский индустриальный университет. Наша команда покажет, как молодая семья отправляется в отпуск. Тома, Тома, у меня для тебя две новости. Хорошая и очень хорошая. Начинай с хорошей. Я взял билеты в Турцию. Аааа, боже, аааа! А очень хорошая. Там в подарок шел третий билет. Наш сосед летит с нами. Аааа! О, боже, аааа! Аааа! Я лечу в Турцию. Аааа! Айден, позавидуй, это теми не Кыргызстан. Мы отдыхаем в Европе. Серега, это теми Корею работать, это отдыхать в Европу. Ааа! Айден, Серега, вы же там же были. Все вы красавчики на одно лицо, да? Абеку, а что ты кричишь у нас? Да, извините, у меня просто балкона нет, чтобы порадоваться. Да почему Айбек, а не мама? Да, она храпит. Да, у нее диарея. Да, мы возьмем ей сувениры. Я пошла собираться. Данил, мы и... Ой, я мы говорю. Я запланировал, куда мы можем пойти. Мы пойдем в ночные клубы. Знаешь, там какие ночные клубы? Представь себе. Ты даже представить себе не можешь. Это тебе не КВН, где... Случай в ночном клубе. Это тебе не КВН. Знаешь, мы куда пойдем? Мы пойдем в кальянную. Там Европа, там 21 век, там, знаешь, со вкусом шашлыка есть, со свининой. Я просто со свининой не пробовал. С курицей, я знаю, со всеми, даже с окорочкой есть. Это точно кальянная? На носу. Дыма влежишь. Одно условие. На пляж свою Тому не бери. А то там в бикини девочки ходят, в купальниках так брезгаются. И там твоя Тома так стоит. Ну все, договорились. Все, я вещи собираю, пошел. Я тут подумала, давай Айбеку жену там найдем. Так они же там языка не знают. Так даже лучше не будут знать, какую чушь он несет. И вообще, я уже придумала, что мы будем вставать в 5 утра, ходить на экскурсии, в музеи, в театры. Только одно условие. Мы не возьмем с собой Айбека, он всегда все портит. Тома, Тома, я получается Айбек? Данил! Данил, смотри, что я нашел. Что это? Это браслет, который притягивает красивых девушек. Да он тебе не поможет. Видишь, работает, отталкивает некрасивых. А ты что, сама что взяла? А я взяла самое важное. Мозги? Цветы. Ага. Чего? Зачем тебе цветок пальма это? Ну смотри, цветы живые. Они тоже хотят свежим воздухом подышать. Ну ладно, ладно, я тогда пиво возьму с собой. Да, Данил, зачем тебе пиво? Оно тоже живое. Ты пьешь. Ты в холодильнике забыл, что ты показываешь? И вообще, я не хочу лететь втроем. Все подумают, что мы шведская семья. О-о-о-о, шведский стол, кто-то сказал. Ты вообще знаешь, что такое шведская семья? Да, по-любому там еда будет. Где шведская семья, там шведский стол. Ребята, извините, мне тут звонят. Значит так, если ты помешаешь нам с Данилом попутешествовать, то я не знаю, что я с тобой сделаю. Во-первых, девушка, смотри, если бы этот, блин, обидно сказать его корейцам, что он вот так, если бы не заметил бы, он русский еще, он перепутал тебя с какой-то бабушкой и, блин, обознался и перевел тебя с пешеходом, вы там познакомились, вы там, как сказать, влюбились, вы там поженились, блин, и стали так счастливы. Если бы этого все не было, мы сейчас в Турцию вместе отдыхали. Да это ненормально вдвоем мужикам отдыхать. Это нормально. Это Европа, 21 век. А мы живем в Казахстане. Чего ты всегда придираешься ко мне? Да потому что ты постоянно нам все портишь. Ты думаешь, что я тоже не хочу быть семьянином, что у меня тоже... мне хотелось, знаешь что, быть семьей, чтобы она в пять часов утра вставала и бесила меня, что я изменил ею во сне, блин. И я хочу, чтобы она всегда твердила, что она хочет то кино, то куда-то, кто кино хочет она посмотреть, кто кафе хочет, кто этот гребаный мак любил, вот так делает. Мне это нравится, я хочу это. Ребят, не ссорьтесь, мне тут... Кто тебе вообще звонил? Авиакомпания. Авиаселс, дешевые билеты только на авиаселс. Они мне позвонили, сказали, что там вышла опечатка. Мы летим не в Турцию, мы летим в Баянау. Нет! Ты почему радуешься? Да цены все равно одинаковые. Ребят, не ссорьтесь. Айбек, мы твоя семья. И знаете, неважно, куда вы едете отдыхать, главное это семья. Ваня была команда КВН, третий лишний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова